Всем привет! Сегодня у нас новый пилотный выпуск видеопрограммы и называться она будет интересные факты о. А начнем мы с интересных фактов о сыре. Сыр продукт вроде привычный, из чего он делается как бы всем известно, но сыр может быть сделан не только из молока. Сыр из гороха, сои, телячьей и свиной печени, из сметаны и даже сахара со льдом. Не представляю себе, как такой сыр есть, но если он есть, значит его кто-то ест. Следы наличия сыра были обнаружены аж в египетских пирамидах примерно 3000 лет до н.э. Первые упоминания о вкуснейшем сливочном сыре относятся к Англии и Франции 17-18 веков. А похожий на современный продукт сливочный сыр впервые был получен в 1872 году Уильямом Лоуренсом, жителем городка Честер в штате Нью-Йорк. Однако в 1880 году этому сыру дали название Филадельфия, так как именно этот город в то время считался местом, где производят продукты самого высокого качества. На итальянском острове Сардиния производится деликатесный сорт сыра Кассу Мацу. Его выдерживают дольше обычной стадии ферментации, подвергая гниению, в ходе которого личинки сырные мухи ускоряют процесс распада жиров в сыре и делают его мягким. Если побеспокоить эти личинки, они могут прыгнуть на расстояние до 15 сантиметров. Поэтому едокам рекомендуется защищать глаза. А некоторые гурманы даже не удаляют червей перед употреблением сыра. Бррр, какая гадость! Если вы купили сыр Камамбер, то нужно употребить как можно ближе к дате истечения срока годности. Но ни в коем случае после этой даты. То есть, дозревает он и сразу портится. Этот самый Камамбер с его нежной текучей консистенцией вдохновил самого Сальвадора Дали на создание картины «Текучие часы». Сыр моцарелла – любимый сыр Америки. Главным образом, потому что это один из основных ингредиентов пиццы. Любят они пиццу, что поделаешь. А однажды в истории сыр использовался в военных действиях. Во время морского сражения между флотами Аргентины и Уругвая в 1841 году на судне закончился запас ядер. Адмирал Уругвайского флота уже собирался капитулировать. Но вдруг вспомнил, что в трюме находится несколько головок засовшего сыра из Голландии. Их размер соответствовал размеру ядер. Сыром зарядили пушки и дали зал. Аргентинцы, испугавшись, отступили. Я бы тоже испугалась, если бы в меня таким сыром запулили. Самая большая в мире головка сыра была создана в Америке. Она весила более 18 тонн, а диаметр головки превышал 9,5 метров. Это уже была не головка, а чудовищная сырная башка. В Великобритании ежегодно проводится чемпионат по катанию сырных головок. Собираются любители и катают по полю сыр, кто дальше покатит. Потом победителя съедают. Сыр, конечно. Вы же не подумали, что в Британии людоиды? Нет? Древние римляне полагали, что сыр благотворно влияет на пищеварение. Им закусывали обед, а также его использовали как противоядие в случае отравления. К сожалению, не все сорта сыра для этого годятся. Сыр – отличный подарок. Особенно хорошо выдержанный сыр с сильным запахом. Грузинский овечьий сыр Гауда хорошо созревший. Волну из запаха может сбить с копыт лошадь. Марк Твен однажды перевозил в позе несколько головок хорошо выдержанного мартовского сыра. И его арестовали по подозрению в перевозке трупов. Потом выяснилось, что этот всего-навсего сыр. Ну вот, некоторые интересные факты о сыре теперь вам знакомы. А у нас на сегодня все. Приходите к нам почаще, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!